Всем привет, дамы и господа! Сегодня у меня в гостях на подкасте вдохновение я придал название Радмила Рокки-Зомби Бурлеск-танцовщица, фотограф, модель продюсер Хантед Кэтхаус Бурлеск Кто ещё? Владелица, директор модельного агентства в стиле пинап и ретро, всё тот же Хантед Кэтхаус Да, это всё вместе, куча всего Это у вас уже целая, как сказать, не корпорация Ну, типа того, да Как и H&M одежда и H&M home У них есть агентство, пинап-агентство потом Бурлеск, потом кто ещё? Ретро-лаборатория по созданию образов Можете прийти на фотосессию А, то, что фото дни вы проводите? Ну да, типа всякого такого Ну и не только В основном, конечно, там 40-е и 50-е изначально были пинап А сейчас уже, так как я занимаюсь этим 13 лет, немножко надоело И поэтому иногда можно там... В Мариантуанетто вы делали? Ну, в Мариантуанетто Или Киберпанк недавно Да, или 20-е, или какие-нибудь панк-роковые истории Кибербанк мы ещё, кстати, не сделали, он только будет Оста и то, что... Или просто... Мы типа промо-материал делали А, точно, точно Короче, вот, это всё суперинтересно Ну, я с чего хотел начать? Я хотел начать с того, что мы... Как я тебя узнал, я не помню, наверное, ВКонтакте 100 тысяч лет назад Я был подписан на вашу группу Очень крутую Вот, где вы просто выкладываете и ваши фотки какие-то, и просто какие-то материалы Фотосессии, да А, да Вот, и видел, что ты там, и на тебя натыкался много раз Ну, в смысле, как, типа, администратор или кто-то... Ну, да Какие-то года были Мне кажется, это вообще года 2010 Ну, начали мы в 2010 году, да Получается, на сейчас уже... Подожди, нет Мы начали в 2008, и на сейчас уже 13 лет Это вот я как помню тогда, в те времена Вот Когда было модно сидеть ВКонтакте и искать какие-либо группы И вообще в них там сидеть Потому что сейчас, мне кажется, уже такого нету Да, вот такая популярная была группа довольно И потом я что-то делал, какие-то календари пинаповские Но мне нравилось просто чисто эстетически сначала Вот, потом... Ну, я стал рисовать это всё Я, по-моему, у вас как-то рекламу, что ли, хотел купить один раз Или что-то такое Да, не помнишь? Нет Или просто писал, типа, давай... Короче, мне надо было что-то такое Вот Я ещё боял, что ты мне не ответишь И я такой, типа, ой, там, наверное, всё так... Строго и серьёзно Ну, да, такие люди Вот Ну, я что-то не помню, чем закончится А потом... Потом мы как-то ещё... Ну, короче, мы всё время ВКонтакте общались А потом ты поехал в Америку Я написал... А я был в Америке Я написал, типа, давай увидимся или что-то такое Скорее всего, я написала Ты написала Мне кажется Мы уже чуть-чуть общались Так, супер-минимально Ну так, да, вообще Я обычно очень часто знакомлюсь с людьми Со своими всякими подписчиками ВКонтакте, в Инстаграме И очень часто я путешествую И я даже не знаю, кто этот человек Я буквально могу с ними, там, двумя сообщениями до этого перекинуться И потом, не знаю, я там еду, например, в Уфу Есть у кого переночевать Ну и таким образом я знакомлюсь с разными людьми Потом мы становимся друзьями Вот сижу у них на кухне Пью виски с колой Вы не подумайте, что это пиво тёмное Ром А, ром, извините Ну, короче, вот И... И... А, ну вот в Америке мы встретились первый раз В 2017 году Я поехала на фестиваль Самый крупный в мире По рокобили Пинапу, бурлеску Называется Viva Las Vegas Проходит в Вегасе И я должна была ехать в Вегас И в Лос-Анджелесе Ты как раз жил в Лос-Анджелесе Вон-стоп И ночью, и днём Просто огромная территория Там миллион людей приезжает Реально просто там Нету месту, где упасть яблоко Чтобы там не было какого-нибудь красивого мужчины или женщины Все в ретро-одежде Все по тематике Там ретро-тачки привозят И просто это какое-то безумие Очень красиво Бурлеск То есть, и там много площадок И на каждой что-то происходит И ты постоянно можешь ходить Из одного корпуса в другой С одного этажа на другой Там одновременно работает около 10 сцен На улице, внутри Там есть автопати, например, шефтики бар Или, короче, миллион всего И Я, кстати, не был там ни разу К сожалению В своём стыдобе Хотя это, да Я один раз там чуть не Даже купил сто Ну, целую будку А там можно выставлять Три раза ты туда ездил Да Вот последний третий раз И вот первый раз нас выбрали Я помню, как это было Мы просто подали заявку на сайте Мы узнали случайно об этом конкурсе Об этом фестивале Вообще как-то не знаю Откуда мы вообще это узнали И подали заявку с Дашей Ну, такие просто Отправили фотки Написали анкету Всё, там проходит где-то два месяца Прежде чем тебя отберут Там проходят разные этапы И сначала первый этап Там, значит, два этапа Один этап Тебя отбирает Жюри Жюри там определённые Знаменитые всякие В индустрии люди А второй этап Выбирают в интернете Зрители Ну, типа, а-ля У кого больше друзей За того голосуют И должен был быть первый этап И должны были его огласить Я помню, это утро было какое-то Ну, не утро, там, типа, 12 часов Мне звонит Даша Я беру трубку Просто суперсонная И она орёт Нас выбрали! Я такая Чё? Нас выбрали на Виву Лас-Вегас Я просто вскакиваю вот так Что? Что нам делать? И первый вопрос Это, типа, как получить визу? И мы просто орём в трубку Другу, типа, что делать? Где брать деньги? И как ехать в эту Америку? Кто нас туда впустит? И где брать визу? И вот так вот мы попали тогда Ну, всё, дали нормального бизнеса Да, ну, нас выбрало именно жюри Это было очень приятно И неожиданно А, там могут и жюри выбрать? Я думал, там только Да, нас выбрали Первый этап, это жюри выбирают Нас выбрало жюри Шесть человек выбирают жюри Шесть человек выбирают эти фанаты И нас выбрало жюри И было необычно то, что мы две русские Что они выбрали сразу двух русских Из 12 финалисток Две, ну, как ты знаешь Ещё и подруги Весомо, да Мы ещё и подруги И, в общем, это было очень круто И в тему Первые русские женщины там В этом конкурсе И, наверное, ну, нет Потом Аврору На следующий год ещё выбрали Ну, в общем, да Было круто А тебя выбрали потом? Или потом Аврору тоже? На следующий год мы подавались Ну, так, чисто уже Подавались просто потому, что Почему бы и нет? Но на следующий год Выбрали Аврору, нашу подругу И тоже мы опять поехали И мы уже были её группой поддержки На третий год уже никого из нас Не выбрали, слава богу Потому что, на самом деле Это очень круто Когда тебя выбирают Тебе всё равно дают подарки Призы, если даже ты не выигрываешь Мы ничего с Дашей не заняли Но нам дали просто Три пакета призов Всяких спонсоров Там обуви Одежды, платьев Цветок, волосы Короче, там просто Мы не знали, куда это всё увести А Аврора выиграла лучший мейкап Там есть категория Бест мейкап Она выиграла И тоже у неё там Огромная такая Статуэтка С Там Вива Лас-Вегас Какая-то женщина стоит Там Ну, красиво Какая-то вот такая Огромная байда Которую надо было Чуть-то вести с собой Вот Ну, прикольно И да, вот так вот Статуэтка там была? Ну, типа Призовое место Я что-то я даже не видел Типа Пять призовых мест, по-моему Аля там Королева Второе место Бест мейкап Бест Типа стайл И что-то там ещё Ну, круто, чё Да И вот мы тогда познакомились И с Дашей И с Радмилой И мы что-то потусили Куда-то что-то вас повозили Тоже было феерично Когда Мы, короче, сняли Квартиру в Лос-Анджелесе Мы вообще не разбирались В районах Ну, сняли Типа в даунтауне Центр, город Боже, мы приехали Там просто Ну, короче Это было ужасное место Там В Лос-Анджелесе В даунтауне Лучше вообще ничего не снимать Никакий поле Из каких-то латиносов Причём это даже не мексиканцы Это просто непонятные люди Везде Очень плохо пахнет Воняет Не знаю Там Они едят Еду прямо на улице Молятся прямо на улице Какой-то ор стоит Шунгам И мы Помнишь, мы тебе говорим Типа Тут только приезжай за нами Там Да-да Потому что это было страшно Выходить из дома Просто так Мы ещё там Все такие нарядные И да Мы тогда поехали Ты на рынок нас повёз Этот, как он назывался Да-да-да В Фармерс-маркет Просто в Гроуф Да-да-да А потом А потом на следующий день По-моему Мы поехали в Гриффин Как в Гриффин Гриффинскую Это было Нет В другой приезд Это было Нет Да, это было как с Авророй Это был тот Нет Это мы с Дашей были Это был тот приезд первый Разве И ещё тогда же Первый раз Когда мы приехали Ты Мы ещё поехали В Сильвер Сильверлейк Сильверлейк Рамен Да Самое лучшее В Лос-Анджелесе место Просто лучшее Мы потом Другие разы Уже с Авророй Типа Когда я туда Один раз её отвела Мы просто Первым делом Что мы думаем Только садится Самолёт в Лос-Анджелесе И мы такие Так Нам кажется Надо поесть В Сильверрамене В общем Это фена Да Вкусное место Да А ещё мы записали Интервью Боб с Биг Бой Тоже легендарное место Где сам Давид Линч Да 600 раз сказал Обедает Завтракает Ужинает Короче Ну крутая забегаловка Такая Под ретро Мы Мы придумали Записать интервью Со мной Типа для вашего Портала Или что-то такое И И что-то там Так шумно было Ну мы нормально Поговорили Но в итоге Всё равно Ничего не выпустили Потому что я пообещал Смонтировать И ничего не смонтировал Потому что А оно у тебя вообще Осталось ещё? Ну как-то оно Обрывочно Осталось Там Какая-то половина Что-ли Надо как-нибудь Найти это Поднять архивы Я помню Как ты там говорил Я люблю Женщин Женщины Такие красивые А я сидела И думаю Господи Что за Маньяк Я так всегда говорю В каждом интервью Да? Ну да Меня часто спрашивают Ну короче Вот Была тогда В контакте Группа Пинап Делаются фотки Фотосессии какие-то Я говорю А давайте вы Пришлёте мне Как-нибудь Классную фотосессию Я её выложу В группе Там поставлю Логотипы Потому что На тот момент Было модно Всякие Suicide Girls Матрёшка Girls Там Never Porn Это уже русские Never Porn Матрёшки Это русские Я кстати не знаю Девчонки Которые Да Они тогда были Очень популярны В 2007-2008 году Это Типа Suicide Типа Suicide Girls Только на русский манер То есть Это девчонки Всякие татуированные Персингованные Которые делали Всякие секси-фотки Вот первых я знаю Never Porn Never Porn Это были питерские А матрёшки Московские И Матрёшке Было больше Такое Типа Suicide Girls Именно как Ну просто Эротическая фотосессия Но не до гола А в Never Porn Они позиционировали себя Даже как театр Делали перформансы Делали какие-то Типа Kingie Party Ну это было больше Похоже на театр Это было очень похоже На то, что сейчас делают В Берлине На всяких вечеринках То есть Там была тематика Они все там В белье Либо полуголые И Персингованные Татуированные Не знаю Там Прокалывают Себя Подвешивают Разрезают языки У них цветные волосы И нам казалось Это просто чем-то Ну нам было тогда По 17 лет Нам казалось Что это просто Типа что Сатанизм Вакханалия Оргия Круто Да Это очень круто Ну как бы Они там Просуществовали 5 лет И Ну как-то Разошлись Все по своим углам Вот И мне хотелось Чего-то похожего Ну то есть Формат Когда Объединенное Сообщество Есть тоже Вот эти Логотип Который ты Прикрепляешь На фотку Название У фотосессии Там Публикации И вот так Начала собирать Потихонечку Вокруг себя Людей Были девчонки Которые Которые Там Действительно В ракобиле Культуре Или Просто там Суперидеально У них получалось Создавать этот образ И потихонечку Полигонечку Стала с ними В лично Уже знакомиться Приезжать К ним Купила первый Фотопарад Стала фоткать Сама Делать прически Там помогать А ты с них начинала? Уже вот именно Хонтед Кэтхаус Придумала название Ещё со своим первым парнем Как вы название Придумали? Была группа Такая знаменитая В той сфере Некромантикс Сайкобили группа И у них есть песня Хонтед Кэтхаус И мне мой парень Такой О, прикольное название Необычное А он музыкантом был И в общем Он мне Он вообще Меня посвятил В пинап Потому что Тогда я была Сайкобили Ракобили С чем-то новым В Ну, нашей сфере И он такой Ой, а ты знаешь То есть такое направление Я такая Ну-ка, покажи Он мне показывает Ой, а ты знаешь Такой пинап И такой рассказывает Вот, видишь Там рекламу Кока-кола Допустим Я такая Ой, ничего себе Так я же видела Сто раз это И мне это нравится И как-то И как-то Начала смотреть Фотки Какие-то Модели Находить И таким образом Углубляться Углубляться И понимать Что мне это Очень нравится Мне еще На тот момент Мне нравилось То, что Как раз 2007-2008-2009 Года Это когда Было модно Быть С цветными волосами Пирсингом Татуировками Ну, то есть Такой, типа Брутальный А при этом Эти девчонки Все Особенно американки Они одевались Женственно Классические платья И я такая Ого, ничего себе То есть Можно сочетать Агрессивное Вот такое С женственным Ну, и потом Уже со временем Мне стало больше Ну, нравится Там Уже Стало все равно Там Все эти татуировки Цветные волосы И Просто ты уже Выделяешь Вычленяешь себе Больше Классического Углубляешься Знакомишься Я с очень многими Моделями знакома Вживую Которые топовые Там Во всем мире Либо просто Фоткала их Ну, либо просто Им говорила Там Привет, ты мне нравишься Подходила к ним В Америке Или в Европе С ней встречалась Либо, да Фотосессии Ну, маленький мир Такой Там все друг друга Мне кажется Знают Кто Чуть выше Ну, чуть лучше И многие девчонки Очень открытые И Как бы Одну сфотографируешь Приходишь Говоришь, а я там Вот работала С таким-то человеком И к тебе уже По-другому относятся Типа О, ты, значит, профи И таким образом И строится карьера Слушай, а Сайкобили Вот сейчас Офтоп Сайкобили от рокобили Он как бы Чем отличается Сайкобили Он быстрее И такой агрессивнее Ну, смотри Рокобили Это музыка 50-х Рокобили, понятно Типа Элвис Да, Элвис Ну, то есть Это музыка Где есть контрабас И, ну, ритмичная Ну, да Такая, да А Сайкобили Это В 80-е Стало модным То есть Были панки На тот момент Ну, не только панки Там еще в 70-е Были Тедди Бои Которые Ну, да Ну, так Я знаю Крутые Чуваки Ну, как крутые Они постоянно Панков били Вот Ну, в смысле Они выглядели клево Повторяли, да Они повторяли стиль Рокобили Но добавляли в них Такого уже Более современного Лада А 80-е Ну, там, ближе К концу 70-х Это как-то влилось С панк-роком Соединилось С хардкором Панк-роком И это такое Там тексты Про всяких зомбаков Постапокалипсис Кишки Там, не знаю Любовь к мумии Или там К вампиру И уже Агрессивнее вокал И, возможно Агрессивнее Сама подача музыки Ну, то есть Как бы панк-рок Но с контрабасом Грубо говоря Ну, конечно Там есть и более Лиричные песни И какой-нибудь, знаете Еще такой Мерзкий вокал С хрипотцой Какой-то такой Как будто бы тебе поет Какой-то зомбарь Из могилы Ну, и, соответственно Внешний вид Там тоже многие Красятся Под каких-нибудь Зомбаков Ну, что-то типа Мисфит Столько вот с контрабасом Типа вот так Понятно А ты знаешь Реверент Битмен Битмена не знаешь? Нет Это очень крутой чувак Немецкий Он типа Одевается в священника Он Человек-оркестр Он на гитаре играет Он на гитаре играет Одной На барабане Да По бас-бочке А другой по хай-хету И у него крутые тексты Он Вот таким голосом Супер Супер мерзко И я ходил В 2009 году На его концерт В Москве В каком-то подвале Очень маленький клуб Был Но там такой Такая движуха была Вообще Очень круто Но это типа Короче, я тогда вообще Еще, мне кажется Я знал о Сайко Билле Но очень так Типа где-то просто слышал Но он не Сайко Билле Но что-то Такой блюз Да-да-да Трэш-блюз Он типа называется Чёрный блюз Но он не чёрный Он сам немец С такой чёлкой Типа как у Гитлера Но сам лысый Интересненько Да, он крутой Вот Так В общем Ну И зомби у тебя Оттуда же Да, ты недавно Что-то говорила Про это Ну Зомби Псевдоним Это когда Модно было Опять же Вконтакте В 2007 году Менять фамилии На всякий бред А, из контакта Да И я такая Типа Мне интересно было всегда Я обожаю хоррор Фильмы Там Всю эту культуру И Меня это всю жизнь Интригует Завораживает И вообще там Обожаю И хотелось придумать Какое-то звучное Ну там все придумывали Там, не знаю Ну всякие разные себе Псевдонимы И я такая Зомби Классно пишется Читается На всех языках Одинаково Ну и просто прикольно Выглядит Ну даже сочетание букв И это прикольно А еще добавилось Там до этого У меня было Там помните Было Типа Имя Фамилия Посередине У тебя еще Псевдоним Или что-то такое Да-да-да Какой-то бред Сейчас уже убрали По-моему И я придумала Так, ну Есть третье Значит надо что-то Третье придумать Я придумала Рокки Ну типа Рокер Ну не рокер Надо было А что-то Рокер А я одно время Был знаешь кем Рокки-ракун Как у Битлз Рокки-ракун? Песня Битлз Так что Мы с тобой Братья Хочете Сестры Братья Сестры Да И потом Я еще познакомилась Никогда не забуду Как я Нашла девчонку Художницу Лору Зомби И написала Ей такая Приветик Сестричка Кажется У нас Одинаковые фамилии И действительно Очень много Мы с ней Потом подружились Если она Будет смотреть Тоже привет Лору А с ней Подкаст сделать По зум Она в Канаде Да-да Ну надо Она же художница Крутая И она Мы с ней Так вот На этом Быстренько сошлись Как-то Угорели То что Обе зомби И она тоже Самое Всегда рассказывает Ее все спрашивают Почему зомби Почему зомби Она такая Да не знаю Прикольное слово И вот Абсолютно Одинаковое отношение К этому Но прикольно Да Да Ну Так Ничего Мы остановились Ну в общем Я хотел у тебя Вообще У нас Подкаст Вдохновение Называться Вот Поэтому Типа С ранних Самых Детских пор Какие у тебя Вообще Впечатления Ну как бы Смысл в том Что тебя сделала Как личность Откуда у тебя Все увлечения И в принципе Какие увлечения Там книги Комиксы Фильмы Ну вот Ты сказала Что Ужастики Там Первое Ты помнишь Что ты увидела Там Да Помню Я Кстати Недавно Я шла И вспомнила Ну я вообще Занимаюсь Помимо всего Да Основная Моя Заработочная Деятельность Это Фотография То На чем Больше Мой акцент Что я Как фотограф Позиционирую себя Ну и Бурлеск Артистка Естественно Но опять же Допустим Там Десять лет назад Что я Бурлеск Артистка Было всем Абсолютно Пофигу И больше Там Фотографом Или организация Съемок Или тем Что у нас Было Пинап Модельное Агентство То что я Модель А сейчас Вот Как бы Это Два Основных Момента И Я тут Недавно Шла И вспоминала У меня Какие-то Такие Флэшбеки Когда ты Куда-то Отправляешься Там Своё сознание И Про Фотографию Я вспомнила Когда мне Была Моя первая Фотосессия Это было Мне Четыре Примерно Года Мы Жили В Сосновом Поляне В Питере И Помню У меня Родители Устроили мне Фотосессию Они Сделали Такая Занавес Был У папы Была Всегда Техника У него С молодости У него Была Камера Видео И Фотоаппарат Прямо С самого Раз Двенадцати Лет И Есть даже Видео Где Папа Снимает Как мама Идёт Ну знаете Вот таким Образом Снималось Это Крути Подожди Это Плёночная Ещё Что-ли Да 8 Миллиметров Или 16 Наверное Ну вот так Крутишь Короче Камеру Есть Видео Где мама Беременная Мной Ходит У меня Такая же 8 Миллиметровая Блок Ну вот Это Получается 32 Года Назад Видео Где мама Беременная Потом Есть Видео Где Мне Там Аля Два Года Я На Велике Куда-то Еду Я Думал Ты Про Первые ВИЧС Камеры А это Это Потом ВИЧС Да Это Прямо Если У него Плёночная Молодая Вообще Раритет Да У нас Мы Недавно Переносили С бобины Перезаписывали На Какой-то Хранитель Не Помню Как Мы Это Сделали В общем Да С бобины Переписывали Сейчас Цифруют Но ВИЧС Тоже Потом Когда Была Маленькая Господи Мы Снимали Там Все Мне Кажется Все Годы Все Снимали На ВИЧС Ну И Вот В общем Мне Было Года Четыре Устроили Фотосессию Сделали Фон И Папа Такой Сейчас Будет Фотосессии Я Помню Меня Переодевали В разные Наряда Есть Эти фотки Где Сначала Платьица В шляпке С великом Потом Я ковбоем Меня одели И Все Так Выглядел Как Американский Ребенок Сейчас У тебя Тоже Ковбой Номер Да Это Та История С тех Пор Длится С ковбоями В моей Жизни И Ну У меня Бабушка Всегда Была Такая Стильная Штучка Она Обожала Секонд Хенд И Поэтому Я С детства Там Тоже Было Праздничное Настроение От того Что Фотосессия Там Установили Свет Там Вот эта Пленочная Камера Там Мне говорят Ой Встань Так Сядь Так И Там Я Еще Эмоциями По-всякому Улыбаюсь Смеюсь И Я Прям Помню Четко Как Эта Фотосессия Проходила И Вот Это Ощущение Что Это Что-то Особенное И И Самое Главное Ощущение Вот Передевания Не знаю Рисование Танцы Из первого класса Как меня повели в школу Я Каждый праздник Просто Я Задал бы Во всех своих Одноклассников Готовить танцы К каждому празднику Просто Это было У нас была классная Руководительница Клевая Что она Нас всех Там К каждому празднику Так Давайте сделаем Такой этот спектакль Давайте сделаем Там Что-ли-когда Игру Давайте еще что-нибудь И она прям Нами занималась И я так Кайфовала Там И стихи И учила И танцевала И потом уже Все оставшиеся годы Каждый праздник И в колледже Я тоже самое Заставляла всех Просто Типа Так У нас там Типа Скоро 12 апреля День рождения Нашей гимназии Давайте сделаем Номера Танцы Короче Ужас Один раз Я вообще Привела У меня брат Младший На 6 лет И получается Я там была Ну мне допустим В 14 А ему А-ля 7 лет И я его привела Он вообще не учился В моей школе Я его притащила В нашу школу И сказала Когда у меня были А-ля вот эти Дурацкие Мыльницы Тоже вечно Притащить в школу Всех Перефоткать И тоже Какие-то образы Ну то есть Не знаю Мне все это Всегда казалось Таким чем-то Необычным Классным А мне тоже Можно я скажу Быстро Про ковбоя У меня тоже была Фотка В виде ковбоя Только чуть позже Это было Когда мне было 32 Два Короче Ну мне лет Не знаю Было Наверное 11 12 Я У мамы Взял Шляпу Широкополую Женскую Такую Не ковбойскую Вообще Полоток Какой-то Взял У нее Повязал На шею Жилетку Все короче Почти мамину Надел Но она Такая Типа Стильненькая Была Ну в смысле Оно было Не цветастое А такое Коричневая Жилетка Рубашку И короче С пистолетами У меня были пистолеты С кобурой И значок шерифа И я тоже Фот А и у нас еще был Кактус Нам Американцы приезжали В Рыбинск Миссионеры И они Типа Проповедовали У нас Кактус подарили Вот такого размера Из Аризоны Там Фоткнуто Было что типа Аризонский Кактус И он Вымахал Уже мне Когда лет Было Одиннадцать Он уже был С меня Ростом И он До сих пор Жив То есть Ему уже Лет Двадцать Точно Есть И он Супер Большой Он уже До потолка Дорос Что Шок Да Он такой Тонкий Длинный Вот И короче Я с ним Фоткался И Такой Стою Типа Как на фоне Стенки Вот С какой-то Сном в руке И у меня Ещё были Всякие Фотосессии В виде Кис Я фоткался Группы Я Накрасил себя По очереди В виде всех Участников Кис Вырезал Напечатали Отдельные фотки Вырезали Ножницы И Приклеил На одну У меня было Тоже Я вспомнила Когда мне было Лет Опять же Четырнадцать Тогда было модно Всякие Бритни Спирс Кристина Гильера И мы с подругой Играли Типа У нас Всё время Это было Сначала Это было Кто какой Покемон Потом Это было Кто какой Герой Из Гарри Поттера Кто какая Селлар Мун Потом Значит Кто какая Звезда У нас Была игра Типа Я была Дженнифер Лопес Подруга Была Бритни Спирс Там Другая Была Кристина Гильера И третья Там Четвёртая Была Пинг И мы Ещё Собирались Она Жила В коммуналке Там Огромный Коридор И мы Делали Концерты Типа Для соседей Все Наряжались Как-то Делали Макияж И Типа Пели Под фонограмму Там Липсингом Нанимались И То мы Делали Это Для Соседей То мы Это Делали Просто У неё В комнате В огромной Тоже Все Разоденемся У нас Были Паспорта Паспорта Звёзд Да Звёзд У нас Там Было Написано Кто Наш Мужья И Потом Мы Ещё Спорили Кто С кем Встречается Короче Это Журнал Браво Это Была Вся Наша Жизнь Да Я его Тоже Акул Был И Кул Больше всего Мне нравилось Браво Он всегда Такой качественный Он позднее Это всё-таки Чуть-чуть позднее Он тоже был Ну потому что Извините Я младше Тебя на Сколько там Четыре года Чуть-чуть Вот И Значит 38 Я помню Я устроила Не Не Мне 38 Просто На 38 Лет Короче Я помню Мы как-то Устроили Фотосессию На вот этой Мылице О боже Я Я собирала Все эти Браво Молоток Прочую фигню Ещё какой-то Был Не Браво Ещё какой-то Был Все звёзды Да Чисто с плакатами С плакатами Это обожала И я коллекционировала Никогда не вешала Эти плакаты Но коллекционировала Не вешала Так же Как я никогда Не клеила наклейки Но коллекционировала их А у тебя не было Этих Книжек С наклейками Нет Я их просто коллекционировала Знаешь Вот такими стопками У меня прям Вот такие стопки были с плакатами, с журналами там вообще. Нафига. Нет, а тебе не разрешали? Да не знаю, я не знаю. Мне было не выбрать, что ли. Я не знаю, почему. Я иногда вешала, типа, Шакиру какой-нибудь. Но вот когда мне было постарше, там, лет ну, 15, я влюбилась в Бекхэма. У меня была вся комната завешана Бекхэмом. У меня даже вот такая вот фигурка была в виде Бекхэма, которую я купила где-то в Финляндии, что ли, или в Германии. Ничего. И, короче, ладно. Я, значит, разложила плакаты на пол, по всей комнате, по всей территории комнаты. Я глава на них изфоткала. Нет, она была такая длинная комната. Оделась, типа, в стиле Бритни Спирс. У меня были, значит, топик, значит, как будто, ну, там, голый пупок, всё как надо, типа, какие-то заниженные там брюки, клёш, эта шляпа, которая на один глаз, ну, ты тут помнишь, да, все эти шляпы носили. И, значит, сделала какие-то фотосессии какую-то такую, типа, я на фоне этих плакатов такая, там стою как-то в этой шляпе такая крутая девчонка, ещё в этих позах аля Бритни Спирс. Ещё чё-то сижу на плакатах на этих, посмотри, такой вот круче бред какой-то. И потом я напечатала, а там же вечно ждёшь, там, эти фотки, пока ты их напечатаешь. Думаю, блин, так круто, показываю там от радости это всё родителям, бабушке. И бабушка такая, что это за вульгарщина? Я там блеском себе намазала прозрачным губы, и она может... Я ещё не знала, что ты всю жизнь будешь что-то слышать. И, короче, она очень обосрала эти фотки. Мне так было стыдно. А ещё один раз мы снимали с подругой клип. У меня была вот как раз такие вечи с камеры, и мы решили снять клип, как будто бы Шакира. У неё были волосы вот такие длинные, она тащилась от Шакира тогда, она накрутила себе у неё там блонд, и нам было лет по 13-14. И мы включали, я помню, включали с кассеты, ещё перематывали заново, включали там тоже на камере, чтобы всё было классно. И она там лежит такая на полу и такая типа, там, извивается, у неё такой топик, такой, ну, в стиле Шакира, знаешь, из каких-то выкурцах, там, каких-то там набедренная повязка. И вот она типа такая лежит на полу, поёт там, руками по себе. Потом меняем декорацию, у них были эти фотообои с какими-то пальмами. А на фоне этих фотообоев мы снимаем клип, и он такой классный получился в нашем сознании на тот момент. У нас так всё классно смонтировано, разные кадры. И мы тоже от радости показывают родителям, бабушке, и бабушка так взбесилась от этого клипа, она сказала, что это просто проституция. Она запретила мне с этой подругой общаться. Ужас. Мне было так стыдно, короче, я не знала, как моей подруге... У тебя бабушка суперстрогая была? Да, она всю жизнь такая. И, короче, и всё, и мы не общались, наверное, два месяца. Потом мы помирились, и мама уже такая, типа, что за бред вообще? Но это было ужасно. Это был такой кошмар. И как она наругала меня, что мы такие... Что-то пошлятина, вульгарщина, короче. Кто бы знал, чем я буду заниматься потом. Ну, то есть моя бабушка до сих пор не знает, что я танцую бурлеск. Ей там мама говорит, шоу, там шоу. Ну, я там типа а-ля танцы там пляшут, мол, я ведущая. Короче, она вообще не знает, чем мы занимаемся. Ну, и слава богу. Ну, то есть мама была на нашем шоу, тоже мне понадобилось не один год, чтобы она пришла. И когда она должна была прийти, там, все на шухере, всё, весь коллектив такой придёт, мама рада, там, типа, боже, что нам делать? И всё. Она потом сходила один раз и просто обожает. Вот после автора. Мама, в смысле? Да. Она прям вводит подруг, всем рассказывает. И послезавтра вот она в Москву приедет, я её на ладису бурлеск позвала. Ну, ага, круто. Да, потому что она не была... Ты закончишь с мамой сегодня? Да, она ещё просто никогда не была на таком формате, у нас там всякие барные были, шоу. А вот именно, чтобы дайнер, типа, ты дайнер-шоу, когда ты сидишь, там, всё вот это праздничное, такого ещё не было. Ага, это рассказывай. Ну вот. А потом чё? Ну, то есть танцы, всё такое ты всегда любила? Вообще всегда, я всё время закрывалась в комнате, плясала, занималась во всяких, на всяких курсах танцевальных. До 15 лет вообще всегда. Ну, то есть без перерыва, разные танцы. Последнее, что я занималась, это был а-ля хип-хоп. Вот. И мне это просто обожала. Рисование, танцы, это вот вообще... Ну, танцы в большей степени. Поэтому, наверное, вот так оно всё естественным путём, и... Хоть мама и хотела, чтобы я была этим администратором гостиницы. Я училась в колледже на менеджера гостиничного сервиса, но... Да, это не классно. Я очень хотела учиться на парикмахера, но мне мама сказала, что, типа, ой, будешь в грязных головах копаться старых бабок в шивах. И я такая, ну, окей, гостиничный сервис, ладно. Пошла в гостиничный сервис, проучилась 3 года из 5, ну, то есть, может, было через 3, может, было через 5. Сбежала оттуда нафиг просто. Это чё, колледж? Колледж, да. Балтийский туристский колледж был там. А, институт это не заканчивала? Потом я поступила в институт на графического дизайнера. О, нифига себе. Я ходила на курсы... Я вот этого не знал. Да, я ходила на курсы художественные, прям занимались, мы там всё у нас там... Потом поступила, сдала экзамены. Это самое... Всё у нас там было как надо, там пропедевтика вот это вот. Что? У вас не было пропедевтики? Я даже не знаю, что это такое. Типа наука о построении... Типа там, знаешь, про золотое сечение, про... Как сказать-то? Когда ты пытаешься... Как это слово? Я забыла. Когда ты пытаешься... Композиция. Композиция, вот. Да. А почему пропедевтика такого не называется? Я не знаю, я не знаю. Это реально название такое? Да, название курса, ну, типа, название урока, пропедевтика. Мы так ржали от этого. И там надо было всё, что ты делаешь, весь урок, это рисуешь, ты рисуешь себе маленькие квадратики, и в них, типа, строишь, там, круги, треугольники, тра-та-та, чтобы это у тебя композиция была. Тебе на всё говорят говно. Ну да. И, типа, я когда там начала учиться, я думаю, вау, наконец-то какая-то творческая деятельность. И ты начинаешь учиться в таком институте и понимаешь, что там настолько савдепские люди, что они тебе всё говорят на всё говно, всё им не нравится. И ты постоянно, короче, в каком-то террористическом просто таком вот формате, что всё отстой, что ты делаешь. Я просто такая, так, всё. И я влюбилась в 18 лет в своего вот этого первого парня. И у меня институт был через дорогу, а парень жил, типа, через весь город. А какой институт в Питере? Институт... Нет, как же он назывался? Невский институт дизайна, кажется. Ну, я между ними не муха там никакая. Не-не-не-не, это вот на Ваське у нас там был. Вот. И да, я, короче, вместо того, чтобы ходить в институт, ездила через весь город с утра пораньше к своему парню. Угу. Ну, и в итоге я перестала ходить. Ну, короче, понятно, это всё. Там первая любовь. Потом мы начали группу делать, рок-группу. Я хотела стать рок-звездой. Там у меня барабанщица была и всё такое. А он был гитаристом. В общем, уже всё. Какие там художественные навыки, всё это. Вот. А потом уже купила фотоаппарат и понеслась уже фотография. Круто. А проиграла ты в группе сколько? Года два. Ещё год где-то училась. Два года мы играли. Записали там типа альбом. Ну, а потом что-то у нас как-то моя подруга, да, с которой мы снимали, Шакиру, моя подруга детства, она сказала, что так, типа... А, с вами играла? Да-да-да, она на вокале была. Это было вообще её... Ну, вот она меня сподвигла на это. Она такая, так, или ты будешь играть в группе, или ты будешь своими пинапными делами заниматься. Я как раз только начала свою модель на агентство, вот это, Хомбит Кэдхаус, всё вот одновременно. Ага. И я такая, ну ладно, надо как-то серьёзно. Раз я в институте не учусь, я же не хочу быть неучим по жизни, значит, я должна... 18 лет мне исполнилось, я должна чем-то серьёзно начать заниматься. В музыке я понимаю, что, скорее всего, так себе дела будут обстоять. Значит, буду профессионалом в своём деле в пинапе. И вот всё, я как-то сразу в 18 лет определилась, и упрямо как бы просто шла к этому. И всё, не сворачиваясь с пути, типа, если я не учусь в институте, не работаю, значит, я должна быть лучшее в том, что мне нравится, и чтобы то, что мне нравится, приносило мне деньги. У меня не было никогда ни одной секунды вопроса, потому что я не знаю, чем я буду заниматься, я не знаю, чем я буду заниматься после института. То есть это вопрос, который у большинства людей, которые... они просто плывут по течению и не знают. Они выучились одну, получили там степень бакалавра и чего там ещё, потом выучились ещё, ещё... И они так и не знают всю жизнь, кем они хотят стать. А я в 18 лет такая... Ну, вот я хочу быть рок-звездой, но в своей сфере. Я хочу фоткать полуголых девчонок по пинапу там, хочу танцевать, хочу... Всё. Вопросов не было, и я тупо всегда иду по этому пути. В моей жизни была куча раз, когда я хотела свернуть, когда я плакала днями и ночами, что у всех людей нормальная работа, а я почему-то такой лох, выбрала какой-то дебильный путь. Я, значит, какой-то неудачник, денег у меня там нету, всё забирают силы это, твое творчество, а типа ничего не приносит. Но потом как-то всё в жизни так поворачивается, и люди, которые рядом со мной говорят, да нет, да ты классно. Я понимаю, что я вдохновляю людей, я понимаю, что... Ну вот как будто, знаете, есть какая-то высшая цель, и когда тебе не один человек, а там десятки говорят, типа, да я только из-за тебя сейчас этим занимаюсь, да я только из-за тебя поверила в себя, да я только из-за тебя начала заниматься танцами, да я только из-за тебя вообще почувствовала себя сексуальной, красивой, или там нашла парня, или разобралась с собой, и я понимаю, ну как будто есть какая-то высшая цель, значит... Да, это супер вдохновляет. Мне когда тоже, ну, мне так не очень часто говорят, но когда говорят, что типа моё там рисование или курс какие-нибудь на что-нибудь там вдохновили, вообще так приятно всегда сразу чувствуешь, что вообще не зря жизнь, живёшь. Круто. А у тебя вот у тебя как бы страсть именно к пинапу была? У тебя не было такого, чтобы к эротике в целом какой-то вот обнажённые женщины и всё такое. Слушай, ну, естественно, когда тебе 18 лет, ты ещё не совсем понимаешь свою собственную сексуальность и я понимаю, что у меня страсть к какой-то эротике всегда была. Ещё до пинапула. Ну да, у меня подкаст эротоманов, я всех зову друзей и я такой же. Все фанаты эротики. Естественно, сначала я такая, нет, ну как-то так, ну типа нельзя. Но, естественно, я там, когда был ещё журнал «Караван Историй», знаешь, тоже один из вдохновляющих у меня работ, ну, то есть, когда там вот эти вот фотопроекты. А, да-да-да, я помню. В виде картин, да? Да. Или они... Я сейчас нашла у себя на даче «Караван Историй», у меня там штук пятьсоток лежит. Я решила их пересмотреть. Это то, что меня тоже очень сильно подталкивало к тому визуализации того, что мне нравится. И там на самом деле, помимо вот этих «Караван Историй», которые вот фотопроекты, картины или там сезона или что-нибудь, там ещё всегда был второй как бы подальше и такое что-то непонятное. Какие-то фотопроекты непонятные, что какие-то фотографы там, и там эротика, полуголы. И мне это всегда оказалось... Боже, один раз я приехала к бабушкиной сестре на дачу, у них был «Караван Историй», и там была какого-то эротического фотографа работы. Девушки под водой, как муза, такие все полуголы. Я украла этот журнал. Понимаешь? Я его увидела, я просто типа с ума сошла, как это так красиво, так эротично. Я украла его, потом бабушка у меня его нашла, ругала, заставила возвращать. И типа я надеюсь, что никто не понял, почему я его украла. Мне ещё так казалось это стыдным, что я вот... Я-то понятно его украла, потому что там полуголая женщина красивая, а... Ну, может, они не поняли, что я вообще взяла его, зачем? Вот, но просто это что-то безумное было для меня. И да, и там оказалось, что в фотографии размещались суперзнаменитых фотографов, там, тех же Миллиан фон Унверт, Ли Шапель, этот... Ли Шапель, я трону отел тоже. Этот самый... Немец. Не знаю. Сейчас я вспомню. Ещё целый музей в Берлине есть, это один из моих любимых фотографов. Как ты его... Ну, забыла. Ладно, потом уже вспомню. У меня есть целая книга, ну, вот, вылетела из головы. Я была в музее, в музее тоже просто какое-то безумие. Вроде бы фотография, но когда ты смотришь фотографии... Подожди, а... Хельмит Ньютон. Да, Хельмит Ньютон, да. Блин, да, да, да. А он немец? Да. А это он американец? Нет. И когда ты это видишь на... На бумаге, это вообще другой эффект. Это когда ты видишь на фото в интернете, не то. Вот когда ты берёшь это вживую перед собой, тебе прямо хочется трогать это. Вот это вот... Я обожаю вообще книги, иллюстрации, это всю жизнь. Картинки. Это для меня вообще всегда было важно с самого детства. Тоже всё время выбирал какие-то... Знаешь, многие говорят, ой, это так тупо типа с картинками. А я считаю, что это... Это же тоже искусство, это тоже ребёнка к чему-то приучается. В смысле тупо? Ну, знаешь, типа книги с картинками считаются для детей. А-а. Ну вот, а я считаю... У меня все книги с картинками. Ну вот, а я считаю, что... Это же тоже искусство, это тоже ребёнок этим вдохновляется. Мама говорит вообще, что... Ну, знаешь, считается, что... Когда ты беременная, ходишь, ты можешь своего ребёнка направить тем, что ты делаешь, на его дальнейшую жизнь. Ага. И мама всё время вспоминает, говорит, блин, не надо было мне на ту выставку ходить, когда я беременная была. На какую? Ну, какую-то выставку, она в армитаж, пошла не в русский музей, куда же, короче. Эротическую. Нет, просто на выставку художеств. И вот это как-то меня определило. Я с детства рисовала, там просто с трёх лет... Не надо было мне на коррозии металла ходить когда-то. Да-да. Ну, как-то так. И всю жизнь вот эта вот иллюстрация... Для меня картина до сих пор иллюстрации и меня прям трясёт. Вот если... Поэтому я обожаю художников. Для меня это просто что-то такое, типа, господи, там обожаю завешивать там стену какими-то рисунками чьими-то. Или когда меня рисуют, я тоже прям обожаю. Не потому что вау, меня нарисовали, а потому что я обожаю творчество. Это у всех свой стиль, так интересно. Типа, что в голове у человека, это так круто. Да, я тоже... Со временем я стал больше не просто напечатан, а вот стал ценить там, типа, оригинал там или подпись кого-то, чтобы было прямо... Я понимаю, почему люди коллекционируют искусство. У меня, конечно, нет столько денег, чтобы какое-нибудь там супердорогое, но... Вот. Света Шубина у меня тут висит. Да. Всё время смотрю с завистью на... Да, надо... Во-первых, я хочу и подкаст тоже с ней очень сильно, но она всё никак в Москву не приедет. Я даже думал, может, к ней туда скататься. А во-вторых, надо её как-нибудь оригинал тоже будет заиметь. Вот. Она суперкрутая. Вот. Так, о чём мы это значим? И, короче, ты понеслась в фотографировать девочек, пинап именно. Да, про... А как где именно про агентство у тебя возникло? Что это не просто... Ну, ведь многие просто фотографы и всё, и нормально. Ну, не знаю, мне просто обожаю объединять людей вокруг себя. Мне нравится... А, тебе именно комьюнити. Комьюнити. Мне нравится вот... Мне нравится руководить. И не то, что я люблю быть главной там. Нет. Мне нравится руководить какими-то процессами, съёмками. Там, собирать людей вокруг себя. Обожаю. Обожаю, когда люди между собой знакомятся за счёт меня. Так круто, когда вот тебе приходят модели, потом они между собой начинают общаться, делать какие-то проекты или бурлеск-артистки. И, ну, вокруг тебя кипит жизнь, и ты понимаешь, что как бы вот это всё зародилось, потому что ты там когда-то познакомила людей. Так интересно. Ну, не знаю. Мне это тоже вдохновляет. Вот девчонки, которые со мной работают. Ты тоже в течение жизни учишься. У каждого человека, который с тобой работал, вот чему-то ты учишься там, какому-то, не знаю, начиная от того, что, не знаю, там, не опаздывать или быть, прислушиваться кому-то. Все разные. И интересно ещё всё это со стороны психологии, потому что на самом деле с женщинами работаю. Я вот практически только с женщинами все там 13 лет. И ты понимаешь, за счёт них, как бы это ни звучало как-то, может быть, грубо, но за счёт них я поняла, что у меня нет проблем с собой. То есть я вижу очень много закомплексованных женщин вокруг, мне им хочется помочь, я им объясняю, да это всё ерунда. Ты, в общем, думала, что у тебя не всё так плохо. Ты сначала думала, может, у тебя не очень. Да, да. Я думала там, например, я не могу себе купить одежду, потому что я толстая, да. И когда ты общаешься с женщинами 13 лет, и ты понимаешь, что никто не может себе найти одежду в магазине, любая женщина, любой... И худая, в смысле. Худая там. У одной окажутся широкие плечи, у другой короткие руки. И вот это вот у каждого человека есть. Ты понимаешь, ага, это не моя уникальная, типа, это просто так в жизни. Или там, не знаю. А ещё вот пример среднестатистического человека. Меня. На меня, типа, вся одежда нормальна, потому что я суперстандартный. Но подожди, но её всю разбирают всегда. Моих размеров нет, потому что они самые, типа, ходовые. Да, тоже есть такое дело. Ну, или там, не знаю, короче, вот за счёт этой работы ты понимаешь, или там, понимаешь, что вот худая девушка. И я всё время думала, вот, там, быть худой, это классно. А потом, не знаю, она, например, разденется, и ты такой, ну, она обычная, она просто там, у неё есть свои минусы, есть свои плюсы, у неё там, может быть, классные глаза, там улыбка, классное лицо, а тело у неё, ну, просто, не знаю, маленькая грудь, или узкие там бёдра, и ты так понимаешь, ну, типа, она тоже не идеальная, но ты можешь ей восхищаться, там, она тебе кажется сначала такой божественной, а потом ты видишь обычные какие-то вещи, не знаю, растяжки там, и, ну, ты понимаешь, а, ну, все такие, не ты, на, то есть, я говорю не с позиции того, что, а, все уроды, я тоже урод, нет, а то, что, ну, ты понимаешь со временем, что все люди просто, нету божеств, нету никаких идеальных людей, кого бы ты ни себе, не казалось тебе, что это идеальная женщина, это потом оказывается, да, она такая же, может быть, на фотках идеальная, повернётся как-то боком, у неё там, второй подбородок, или маленькие зубы, и ты такой, ну, просто она фотогеничная, да, или мало зубов, ну, типа, вообще разные какие-то, не хватает, ты понимаешь, что мы все одинаковые, мы все со своими плюсами, минусами, и мы каждая можем быть красоткой, идеальной там, и также и мужчиной, то есть, я, на самом деле, да, я согласен с тобой, у меня даже есть такая фишка, я мало кому говорил, ну, это такое просто, вот видишь женщину в инстаграме, идеально абсолютно, ну, вот мы не берём те, которые супер зафотошоплены, и видно, что там больше как картинка нарисованная, нарисованная, а не фотка, но вот любую женщину берём, самую красивую в инстаграме, листаешь её инстаграм, и я, у меня такое, типа, хобби скрытое, выискивать, что в ней не так, потому что во всех... на фотках, где она отмечена? Не, 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 а видно всегда, всё равно, есть, ну, как бы, в каждом человеке есть какие-то недостатки, и это нормально, ну, то есть, чаще всего там, ноги короткие, например, это легко тоже понять, просто ты представляешь, вот как бы каблук отнимаешь, и, ну, в смысле, не короткие, а обычные, на самом деле, это, ну, нормальное явление, у женщин короче ноги, чем у мужчин в целом, ну, как бы художники это знают, вот, ну, в общем, у всех, у всех, у всех, у самой идеальной женщины есть куча недостатков, мне прямо интересно, не то, что я такой злодей, если ты подумаешь, что мы только в недостатке, не, не, просто, не, просто интересно, что как бы, как секрет разгадаешься, человек тоже обычный, на самом деле, хоть как он пытается, выглядеть идеальным, и таким, типа, непогрешимым, но все равно, все люди обычные, там, типа, писают, какают, вот, и поэтому, в том, если ты такой, какую-нибудь фотку видишь, и такой, а, так у нее, что-нибудь, вот тут, наверное, не очень, и сразу понимаешь, ну, тоже человек, как-то, короче, не надо возводить себе кумиров, да, это точно, вы точно такими же, может быть, что люди на вас будут смотреть, и думать, вау, такая классная, и тем больше тебя возводят в статус кумира, тем потом больше будет разочарования у человека, поэтому у меня, наверное, никогда не было такого прям супер кумира, потому что... А еще, а еще, а еще эти люди сами идеальны, очень часто в себе куча недостатков, чем, мне кажется, чем идеальнее какая-нибудь фотомодель, тем... Вот это тоже было всегда для меня тоже, то, чему я научилась у других, это когда мне казалось, что женщина просто невероятная красотка, я там шла к ней на фотосъемку, у меня там руки потели и тряслись, я думаю, боже, я сейчас буду такую богиню фоткать, а она начинает просто трясется там, говорит, ой, только можно мне макияж такой вот, у меня такие ужасные глаза разные, на разном уровне, у меня такие пальцы короткие, а еще у меня нос, можешь не фоткать, пожалуйста, справа, потому что слева мой нос выглядит не очень, а еще у меня волосы вот здесь вот я лысею, и ты просто такой думаешь, в смысле? Ну, типа, и такое повсеместно, чем более красивая женщина, тебе кажется, тем больше у нее комплексов все время, она пытается себя еще в какие-то рамки вогнать, не знаю, обколоть себе лицо, губы, там, грудь, там, я ничего не имею против людей, которые себе что-то меняют, это типа твое личное мнение, ну, ты хочешь, ты можешь, это сейчас технологии себе позволяют, но таким образом ты понимаешь, что да, нету идеальных людей, в твоей жизни все не так плохо, ты можешь быть точно такой же красоткой, и ты можешь себя, ты можешь вдохновлять других людей, и это все очень интересно. как говорил по молодости девочкам, которые хотят уломать там, или на что-то, я такой, там что-нибудь начинало, ну, там, допустим, свидание, там девочка начинала такая, вот, мне там не нравится, у меня там прыщик где-нибудь скачил, там, я сегодня некрасиво, я такой, ты знаешь, и это, кстати, правда, в Древней Греции на скульптурах, когда Венеру, например, делали, то всегда где-нибудь скульптор делал какой-нибудь, типа, царапинку специально, потому что, типа, не должно быть идеальной скульптуры, должно быть всегда, типа, идеальные боги только, а вот всё, что на земле, оно, даже если это супер красивая скульптура, должно быть чуть-чуть, типа, сколото где-то специально, и они такие, снимают трусы, и я такой, ну, это вы и добивались, вот, так что, вот, так что, да, к чему этому, потому что, а, то, что ты сама, как-то, тебе это помогло, в жизни, да, работа, работа с женщинами просто помогает, а как ты, вот, ты, то есть, начала просто фоткать, а потом ты, был кто-то там первый у тебя, кто присоединился в твое пинап-агентство, или как-то? были какие-то, да, первые модели, которые сейчас уже либо не занимаются этим, либо родили детей, либо просто, там, так же продолжают следить, или говорят, ой, это классно, что ты до сих пор этим занимаешься, но в основном уже все нарожали детей, и такие успокоились, ну, знаешь, еще очень часто в этой сфере, в любой сфере, свяженной с фотографией, моделингом, девчонки этим занимаются, для того, чтобы либо там найти свою внутреннюю какую-то силу, не знаю, раскрыть свою сексуальность, ну, то же самое с Бурлеском, либо вторая цель, это самое популярное, да, найти себе парня, ну, то есть, соответственно, сначала ты решаешь, я не знал, что этим кто-то сажать, парня занимается, да, вот, представь себе, то есть, ты, типа, чтобы были красивые фотки, и, да, были красивые фотки, найти уверенность в себе, решить какой-то вопрос с собой, и потом уже, как следствие, у тебя появляется парень, либо парни, которые клюют на классные фотки, на то, что ты там, не знаю, модель, бурлеск-исполнительница, что-то такое, таких, конечно, есть, безусловно, винить в этом не нужно этих людей, это их право, которые там, ну, они себе там так нашли, допустим, свою половинку, и уже счастливы, здорово живут себе с детьми, ничего, совершенно против этого не имею, правильно всё сделали, молодцы, а ты, а я всё продолжаю. А ты как, у тебя, кстати, вот мы ни разу с тобой не говорили про детей, про всё, ты не планируешь останавливаться, естественно, как некоторые, всё будет, и потом тоже, после детей, в смысле, как ты про это думала, ну, типа, деятельность, ну, не родишь и не успокоишься, естественно, ты будешь дальше. Я не знаю, у меня сейчас смутные времена насчёт детей, типа, вообще не знаю, что с ними делать, у меня должен родиться племянник через пару месяцев, я уже в ужасе, типа, а что делать-то с этим? Ну, племянник-то не твой же, ну, в смысле, всё равно это маленький ребёнок, которого надо трогать. А, ну, ты, короче, вообще такая, типа... Ну, я просто не знаю, понятное дело, что когда это твоё, это другое, плюс ещё, типа, меня смущает вопрос того, что из тебя изнутри вылезает человек, и ещё ты его носишь сначала. Просто интересно так, мы с тобой никогда про это даже не говорили. У меня фобия жуткая. Во-первых, я всегда, всегда с детства думала, что я умру при родах. Это просто, у меня чёрным по белому, просто, типа, я умру при родах 100%, наверное, потому что... Кажется, это распространённая катфогия. Возможно, потому что моя мама чуть не умерла, она умирала, когда меня рожала. То есть, если бы... У моей мамы была одноклассница, и у неё была мама. Мама её принимала роды, у моей мамы. Вот она, к сожалению, недавно совсем умерла от коронавируса. И... Она зашла случайно в палату, мама говорит, всё, уже белый, ну, типа, свет в конце туннеля, вот это всё, уже всё было. Когда тебя рожали? Ну, она зашла такая, типа, так-так-так, уводим его в реанимацию, там, на скорой. Делали там... По-моему, брата точно делали Кесарева, у меня не помню. Вот. У меня бабушка тоже акушеркой работала, то есть, более-менее всё, короче, в этой сфере было. Когда мама брата работала... Моя бабушка закончила работу медсестрой в тот день, медсестрой акушеркой, в тот день, когда родился мой брат. Вот. Через 6 лет. И это была её последняя смена, всё, она на этом закончила карьеру, ей разрешили выходить, ну, вот с мамой позаниматься, пока она будет беременна, там, в роддоме и всё такое. Вот. Ну, да. И у меня, короче, с детства боязнь, я думаю... А ещё я посмотрела как-то фильм «Прощай оружие», знаешь? Роман такой. Ну, знаю. Этого хамбэя. Ну, я не читала. Ну, да, знаю. Я не читала тоже, я смотрела фильм, и фильм очень красивый, вам всем советую, я обожаю просто ретро-фильмы всякие, там всегда красотки, актрисы, и в конце там ужасная история про то, что она там рожает, это женщина, ребёнок, двух детей и умирает, я просто так в слезах реву, боже, всё, у меня сто процентов будет так же. Ну, короче, пока что этот вопросик... Понятно. Ну, помимо всего, ещё нужно, наверное, всё-таки рядом человека, с которым будешь хотеть ребёнка иметь. Ну, да, Это всё-таки вопросы, типа, знаешь, мне кажется, естественно должно происходить. Просто я что-то задумался, что мы с тобой ни разу не говорили. У меня нет такого, знаешь, как у женщин, типа, мне надо родить, успеть. Ну, не будет так, не будет, будет так будет, господи, это всё такое, знаешь, будет ребёнок, я не думаю, что я становлюсь и не буду... Ну да, я тоже не думаю. Я бы очень хотела выступить беременной, потому что я видела беременный бурлеск с огромными животами. А, ты видела? Да, я видела в Америке и не раз. И это выглядело просто... Я бы хотел посмотреть. Это выглядело просто божественно. Только ради этого я была готова, потому что один номер я видела, там же девушка была прям с большим животом и у неё был номер, типа, она Венера, там, воздух, её волосы раздувает, там, ткани какие-то. И это просто какое-то безумие, красота и тебе мурашки по коже. И она там какие-то шпагаты делала, там ещё что-то. А другая сделала номер, как будто бы... Ну, там не видно, что она беременная и у неё был номер по Звёздным воинам и потом вывезли такую эту... вывезли, короче, такой прямоугольник. Помните, там Хан Соло, когда его залили в этот... В статуе прородился. И он, типа, там такой Хан Соло и она к нему подходит. Сначала не видно, что она беременна, она к нему подходит и там появляются руки из этого Хана Соло, они такие, типа, её трогают, погрудили, та-та-та-та. И потом она раз, ну, она отходит от него, раз снимает одежду и видно, что она беременная. Ну, типа, такой как будто бы юмор, как будто бы она от этого Хана Соло забеременела, угарно было. Вот, да, это прикольно. Да, я тоже, я ни разу не видел, хочу так посмотреть, что, возможно, сам приложу усилия. Выступил беременную? Нет, на другой роли. Этот, я надеюсь, ты вырежешь? Я ничего не вырежу. Короче, что мы там говорили? А, как ты это всё начинала и постепенно стала, и ты группу вот сделала под эту, под шумок, которую я увидел. Да, потому что сначала я, ну, как-то сразу было то, что я, решила организовать это всё в одно что-то, ну, создала группу, назвала её там, и вот и понеслись там фотосессии, выкладывания туда. А сейчас, конечно, уже фото, уже нет такого эффекта, уже вконтакте люди не так же сидят, то есть уже нет смысла этих фотосессий, как было раньше, но мы продолжаем с девчонками фоткаться, призвать их на какие-то фото дни, мне всё это нравится, собирать, ну, уже просто идея другая, то есть тогда мы фоткались, там, надо обязательно фотосессию выложить, сейчас мы делаем просто по кайфу для себя, как нам хочется, ни от кого не зависим, мы можем делать в любой стилистике, уже нет такого, что только пинап, там, только так-то, так-то, нет, нам просто классно, мы делаем то, что мы хотим, ну, и бурлеск-шоу также. понятно. Ну, и больше в инстаграме это всё сейчас. Ну, да, и сейчас акцент уже на весь на бурлеск. Я оставлю ссылки на это всё. А, кстати, про бурлеск, а как бурлеск у тебя появился в жизни? Ну, опять же, я сначала, ну, я любила всегда рок-музыку, знала Мэнсона, и тут я увидела его с какой-то Дитой Пунтиз, начала... Это когда ещё? Вот во времена, когда ты узнавала про пинап? Да, 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 я на каких-то последних гигабайтах интернета разглядывала фотки и видео с Ютуба с Дитой Пунтиз. Даже есть фотка, где я сижу, в колледже ещё училась, и просто кто-то сфоткал сзади, как мы сидим и разглядываем. Я показываю девчонкам, позвала к себе девчонок и показываю им фотки, как, ну, бурлеска. Всё-таки вот так сидим, типа, у меня там волосы ещё вот посюда были, наверное, вот такие. Ой, ничего. Да, и мы сидим, и там вот прям фотка такая есть. И это было мне 17 лет, я показывала. И так как я всегда любила фотку и танцевать, а тут ещё мне всегда нравилось, как мы уже с тобой обсуждали про эротику, я всегда любила что-то там, когда Сальма Хайк выходит с этой змеёй. Вот всё, что в фильмах было про танцы и сексуальность, я просто мурашки по коже, и ради этого ты смотришь весь фильм. И тут, значит, это всё, вот оно. Это так же, как с пинапом, то есть я всегда знала, что такое пинап, увидела какие-то такие картинки, а тут это вот себе всё облачилось вживую, в реальность, и я так, что, такое существует. То есть мне всегда нравился стриптиз, но он мне казался, ну, таким каким-то немножко... Пошлым. Пошлым, да, выгарным. Ну, хотя это тоже прикольно. А тут, тут ещё и костюмы, то есть это всё вообще, типа, что, какие-то корсеты, что это такое вообще, какие-то стразы, перья, это просто какое-то безумие. И я захотела так же, у нас вот появились эти девчонки, первые модели наши, постоянные, и я говорю, а давайте сделаем бурлеск. И вот, мы начали ставить номер, какие стразы, какие перья, мы вообще ни о чём таком не думали, а мы думали, так, корсет, трусы, лифчик, там, не знаю, ещё что-то. Ну, и чтобы это было в стиле ретро. И вот был первый фестиваль, на который мы поехали, это Украбили Выбух, называется. Как? Украбили Выбух. Он до сих пор существует, когда у нас не было такого политического ужасного проблемы с Украиной, это были прекрасные времена, когда нам было по 17-18-20. А, это в Украине? В Украине? Да, да. И мы ездили в Киев на этот фестиваль, и он подавал большие надежды. А, Украбили? Да, он был самым большим... Я ещё думаю, почему Украбили? Да, он был самым большим европейским, ну, таким как бы европейским, да, СНГ страны, фестивалем. Туда даже Метеорс, знаменитая группа Сайкабили, типа отцы и бати вообще Сайкабили, привозили туда, ездили русские группы, украинские, белорусские, и все собираются на огромном фестивале, также он вот длился 3 дня. А он сейчас идёт? Он сейчас идёт, но так как мы как бы все в конфликте, соответственно, туда никто и русские не ездит. как только закрылась вот эта граница, там было 50 на 50, там было 50% украинцев, 50% русских, там ещё какие-то белорусы, допустим, кто-то из Европы привозили, и как только вот это всё у нас прекратилось... Теоретически можно на съездить? Он существует, у них ещё есть Black Sea, называется так фестиваль, он больше серф и проходит на Чёрном море в Одессе, тоже крутое мероприятие, к сожалению, было бы у нас лучше с нашими отношениями, не было бы вот этого в мозгах какой-то ерунды у людей, потому что по сути, ну политические игры политическими играми, а музыка как вам помешала в этой жизни, типа мы всё равно точно так же все братья и сёстры общаемся, и мы ездили, вот преподготовили бурлеск и гоу-гоу в стиле там пинап для этого фестиваля, я написала организатору Саше Творение, и... Это какие года были? Это были 2010-е, может быть, то есть в Кэтхаус тогда существовало уже пару лет, и мы приехали, ну это был ужасный бурлеск, ребят, извините, кто видел это вживую, я знаю, что до сих пор есть эти люди, которые были на тех выбухах, есть даже девчонки там в Кэтхаусе, которые выросли уже за те годы и были там Стю, привет, и мы там несколько лет подряд, мы были первые, кто туда предложил бурлеск, потом появились какие-то девчонки, которые ещё хотели танцевать там бурлеск, но это всё было ужасно, ну просто трэш, садомия, то есть никакие там ни стразы, ничего, и это было, это было 10 лет назад, вот 10 лет назад я начала заниматься бурлеском, и в России это бурлеско было раз-два по пальцам и всё, вообще там два человека, а уж не говоря уже об Украине, там вообще не было никого. А сейчас в Украине есть кто-нибудь? Нету, к сожалению. Вот там как-то... Я знаю, что есть там девочки единичные какие-то, которые занимаются, которым интересно, есть, которые спрашивают, ой, когда-нибудь в Киев приедете, но вот так, чтобы это собралось... Как в Москве-то или в России? Нет, такого вообще нету, вообще нету. Тут прямо образовалась тусовка, собственно, два года. Да, ну и в Белоруссии тоже, типа там, может быть, один кто-то под шкафом занимается бурлеском. Ну и вот, и начали, мы ездили так два или три года подряд, тоже делали там, и танцевали, и всё выступали, а потом какое-то произошло, ну вот этот конфликт произошёл, и как-то что-то... Я присоединилась к другому бурлеск-коллективу, там кто-то перестал этим заниматься, кто-то не перестал, и дальше продолжила уже в другом коллективе, тоже несколько лет, а потом у меня произошёл какой-то конфликт с собой, мне было как-то... Стало стесняться, моя тогдашняя коллега сказала... Сначала начала, а потом стала стесняться? Да, потому что та коллега была очень таким вот... немножко токсичным человеком, которая говорила, что с такой грудью, некрасивый, большой, как у тебя, нельзя снимать лифчик. Ну и я на тот момент тоже об этом думала, что вот, там у меня же не такая силиконовая грудь, там, или ещё что-то. Я в это поверила сама. А, я понял, каковато. И, короче, перестала... Сначала не снимала лифчик, потом, короче, стала стесняться раздеваться, ещё что-то, потому что тогда ещё была гнобёжка, другой бурлеск-артистки полный, и я такая, господи, что за злые люди? И тогда такого ещё бодипозитива не было в России, как сейчас, сейчас ещё куда не шло, и то есть очень много сумасшедших, но куда не шло. Сейчас, мне кажется, вот в бурлеск вообще среде вообще хорошо всё с этим. Ну да, да. А так, тогда это был 2000, там, какой-нибудь 14-й год, там могли загнобить тебя так, что ты просто там повеситься хочешь. И я просто такая, что-то я не хочу. И у меня был какой-то момент, что я где-то там года два-полтора не занималась, пока Аня Павлова в какой-то момент, мы с ней познакомились, цели хорошо общаться, и она мне такая, а что ты не танцуешь? Сейчас я, ремарка. Аня Павлова известная русская, бурлеск-танцовщик, которая сейчас живёт в Берлине уже, три года, по-моему. И выступает тоже по Европе во всей. Так как Аня, у неё был опыт европейский больше, чем русский, и она такая, да... А, она тогда ещё в России жила или уже в Европе? Да, жила-жила. Она такая, да пофигу вообще, чё, кого ты слушаешь, давай, у тебя всё отлично получается, ты талантливая и всё такое. Ну и мне это помогло, я поверила в себя, я такая, ну да, действительно, стала смотреть больше на европейский бурлеск. То есть до этого всё было как-то кустарно, ты где-то увидел какие-то видео, но это всё какое-то непогружение. Нам не было у кого учиться, не было ни бурлеск-школ, ни коллективов, ни каких-то гуру, ни мастер-классов, ничего. Ты всё узнавал сам. И поэтому этот путь был бесконечный из ничего просто. И ты сама предлагала куда-то свои номера, не было шоу, не было... Тебе за это никогда не платили. То есть первые восемь лет не платили вообще, ну там не восемь, шесть. Ни одного рубля, ни одной копейки, ни одного спасибо. Скажите, а как это было? Только тебя могли обсирать, 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 ещё раз обсирать. То есть ты сама предлагала куда-то на какие-то мероприятия, типа могу у вас выступить? Да, да, на всякий рок, там какие-то концерты, фестивали. Типа ты писала, чуваки, я вот танцуем бурлеск, можем выступить у вас, если хотите, бесплатно. И они такие, типа, окей. И мы такие, ещё подумаем. Они такие, ещё подумаем, ты выступаешь, и они тебе говорят, фу, какие-то жирные бабы что-то плясали, что-то раздевались, вообще какой-то кошмар. И так шесть лет. И так шесть лет. Это просто постоянно было. То есть сейчас рай на земле для любой начинающей артистки, супер неуверенной в себе, не умеющей танцевать, вообще ничего не умеющей, есть где научиться, есть мастер-классы, есть примеры, есть каналы, есть подписки, где ты можешь, не знаю, найти своих товарищей по несчастью. Есть советы. Короче, всё есть. И только бери да делай. Хочешь, не хочешь. Вот, пожалуйста. Вы можете заниматься это для себя, для любимого человека или для сцены. Пожалуйста, всё открыто, знания, учителя и так далее. Тогда мы просто там шесть лет тебя обсирают, говорят, ты говно, сиськи у тебя не такие, ты жирная, зачем вы с этим позором позоритесь на сцене? Вот так это было. Это было ужасно. И почему ты продолжала всё равно, несмотря ни на что? Не знаю, мне просто всегда нравилось, я хотела. Просто выступать нравилось. Мне такой человек, вообще мне пофигу, мне хоть там, чем больше меня обосрут, тем на следующий день я больше скажу, значит так, блядь, вы меня обосрали, ну теперь держитесь. И я буду ещё больше делать то, что вам не нравится. Вот только чисто на ненависти, злобее, и просто типа, да я, да я ещё хуже сделаю, вам же хуже. Будете смотреть на мой жир, до конца своих дней будет вам сниться во снах. Круто. Ну, так, и, а в какой момент это стало больше, вот так вот, ну, более популярно, из-за где пошли, повалили люди? Я решила, ну, я такая позанималась, типа стала, Аня собрала там шоу «Ладисов Бурлеск», мы его показали, один раз там. А, сколько раз? Три года назад, три-четыре? Ну, примерно так, примерно. Мы показали его один раз, там второй, и я понимаю, ага, движуха идёт, люди идут, всё так приятно, никто никого не обсирает, все такие молодцы, так стараются, красивые костюмы, это уже не тот уровень, что было раньше. Я думаю, ладно, но я хочу тоже, я в Питере жила, в Москве движуха более-менее, там, какое-то комьюнити маленькое. Говорит, ну, а в Питере ничего, считай, и я так, а я тоже хочу делать шоу, ну, в плане, просто хочу выступать, иначе что я буду выступать, Владисов Бурлеск раз четыре месяца, и думаю, так, хорошо, я ещё посоветовала с Аней, тоже посоветовала с девчонками, говорю, как вы думаете, сделать какую-то школу, или курс, или набрать кастинг? У меня всё-таки, да, да, давай, а мне было тогда, типа, а что я буду учить, а как я буду с ними работать, а смогу ли я, а что мне делать, это не только собой заниматься, а ещё, типа, людьми. Ну, ладно, рискнула, пришли девчонки, сразу собрали команду, практически все, кто пришёл на кастинг, всех взяли, и все до сих пор танцуют, как-то, ну, почти все. И начали готовиться к первому шоу, мы начали с января готовиться, это было три года назад, с января готовились, и в июне мы выступили первый раз. И всех я научила, и мастер-классы им давала, и привозила других девочек с мастер-классами, и пока их учу сама, чему-то, то есть, когда я была одна, у меня не было роста, как только я стала преподавать, и у меня появился коллектив, я сама стала расти, потому что до этого это всё была ерунда, и ты уже понимаешь, ты для себя вычленяешь какую-то систему, схему работы, что тебе нравится, что не нравится, и как бы самообразовываешься постоянно, тебя, твои же ученики тебя обучают. И сейчас я уже не буду говорить, что это мои ученики, это мои бурлеск-дочери, все супер-профессионалы за три года, просто вот каждое шоу, я смотрю, у меня слёзы на глазах от того, насколько круто, то есть они уже там могут и сами мне что-то подсказать, и посоветоваться, я с ними советуюсь, и мы всегда всё вместе решаем, у нас дружный коллектив, и все друг другу помогают, все друг с другом вместе репетируют, всё как-то вот, как одно единое целое, и все на одной волне, и друг друга понимают, и знают, чего хотят. Очень круто. Круто. Слушай, я вот задумался, а можно выделить в России как-то вот волны, вот типа первая волна бурлеска, там дальше, вот вы, можно сказать, что первая волна? Типа Томасина, ты, Катерина. Мы уже не первая волна, мы уже вторая волна. Первая волна была Ляль Бежецкая, Валерия Малиновская, Алиса Шпиллер, тоже тогда с ними была. А, вот Алиса Шпиллер. То есть вот они как бы первая волна, которые тоже у них были, они делали фестивали, делали свои шоу, но у них больше как кабаре, то есть там Алиска, кабаре, и это была первая волна, ну там а-ля лет там 14 назад что-то как-то началось, наверное, вот так. А потом мы подросли, окрепли, и вот мы пошли второй волной. Это вот Томасин, Катерина, Аня, или Аня чуть раньше? Ну или примерно одно? Нет, ну примерно всё как-то вот, оно близко друг к другу, и вот мы пошли второй волной, как бы уже окрепли, и сейчас уже начинается вот эта третья волна, она ещё только вот, возрастают птенцы. Ну вот, кстати... Популяризация происходит именно сейчас. Первая волна была больше такая патриархальная, больше из старых каких-то, да? Ну да, я думаю, да, и больше из такого, знаешь, а-ля пост-стриптизёрская штука какая-то. Ага. То есть больше... Ну так же, как и в Америке, на самом деле, если считать Диту первой волной, она же тоже из стриптиза вышла. Ну да, да. Вот, просто она как бы ещё до сих пор крутая. Ну в смысле, рулит. Ну да, а у вас уже больше такая феминистическая. Да. У вас уже чисто и бодипозитив есть, и всё остальное. Что там ещё? А третья волна, это уже ваши ученицы. Да. Это те, у которых уже больше всего, что им дано, уже заложено какое-то правильное понимание всего этого. Может быть, там потом сформируется ещё что-то новое. Там, не знаю, квир. Потому что в Америке уже всё. Уже то, чем мы занимаемся, это old school для них. Мы занимаемся уже тем, чем Дид Фонти, грубо говоря, занималась. Мы в Америке будем... У вас на сколько лет отставят? Лет на 15? Да. То есть то, что я делала, где я выступала в Америке, это было очень часто неуместно, но в тот момент я не понимала, в чём дело. Я выступаю, а не понимаю, в чём дело. Почему люди как-то срано реагируют? А почему неуместно? Вокруг артисты странно. Потому что никто уже там не выступает под классическую музыку, никто не выступает просто с роскошным костюмом. Выступают единицы, но это такой коммерческие артисты, которые зарабатывают большие деньги этим. Как у нас классические считаются номера. Да. С верами там. Нет, есть там, конечно, очень много классных артистов, есть много... Вот если честно, можно скажу, вот то, что сейчас в Америке мне вообще не очень нравится, происходит. Ну, в смысле, у них какой-то гик, бурлеск часто, очень нердлеск. Да, гик, и ещё у них квирлеск. Вот квирлеск я не видел. То есть это то, что постоянно там. То есть это... Не дай боже вам это увидеть. Ну, это, типа, плохо выглядит. А чем отличаются? Бойлеск, драглеск, квирлеск и всё остальное. Давай, пора это поговорим. Ну, бойлеск — это только мужчина танцует. И он не переодевается в женщину. Переодевается? Нет, ну, в смысле... Он позиционирует себя мужчиной? Ну, да. Ну, я имею в виду, но это не драг-квин. Почему? Это драг-квин, может быть? Нет, я имею в виду... Это может... Он переодевается в женщину. Ну, да. Но он же не переодевается в женщину. Давай же. Ну, он использует хиняш. Ну, у него же мужские образы. Да, это бойлеск. Да. Да. А если, ну, сидя боя позиционирует женщину, одевается как женщина, естественно, это драг-квин. Леск, но такого очень мало в мире. Практически... В смысле? Драг-артисты, а не просто драг-артисты, очень редко... А, ну, в смысле, драга сейчас очень много, и драг сейчас суперпопулярный. Он сам по себе, он редко перекликается с бурлеском. Скорее, он перекликается так, что бурлеск-артистки выступают с драг-квин. Вот так. Вот такая история. Как недавно было на 8 марта, супер... Да. Клёвое мероприятие. Супер большое шоу, да. Мы... Надеюсь, вы повторите. Haunted Cat House... Да, мы в Питер это шоу ведём. Угу. Гламазонс. Мы делали... На 8 марта были, можно сказать, одними из первых биологических женщин, которые выступали на классной сцене в центральной станции на 8 марта. Да, сцена вообще супер. Сцена супер, клубы отличные, всё чётко, классно, и выступали с шоу House of Tina, с которыми у нас классная коллаборация. А, Тину тоже позвать на подкаст. Да, обязательно зови Тину, и у неё очень классные артисты. Ведь она ещё и художник. Да, она классный художник, поэтому обязательно зови. И у неё очень классные артисты, все такие прям красотки, профессиональные. Одно удовольствие с ними работать. И я просто... Из разряда я знаю, что если мы делаем с ними шоу, это будет всё круто. У нас есть сопродюсер мой, Алёна Сологуб и Филипп Сологуб. Вот, тоже вам приветики. И это была идея Алёны сделать эту коллаборацию. Зародилась она, когда она была... Она обожает драг-культуру, и она... Сейчас вообще-то суперпопулярно. Подожди, три года она мне... С первого шоу, когда она пришла три года назад на наше шоу на день рождения Hot and Cat House, десятилетие было, она все три года мне говорила, надо делать шоу с драгами, надо делать шоу с драгами. И все три года я такая... Да отстаньки драги вообще, типа, чё? Что они там делают? Шевелят губами, типа, чё это такое вообще? И она три года мне это доказывала. Ну, то есть, мне всегда нравилось смотреть на это с позиции макияжа, костюмов, вдохновения, пластичности этих артистов. Всегда. А когда они поют, ну, мне всегда казалось, типа, ну, какая-то, типа, да я так делала вот в детстве, когда мы у подруги собирались. И она съездила на... в Англию на этот... дракон, или как там это? Драк... рейст, я не знаю, как это называется, короче. Дракон, если, типа, Комикона. Ну, да, короче, съездила на фест в Лондон и просто так... и увидела, что там бурлеск и драг. И она такая, всё, Вообще они дружат в мире-то. 100% делаем. А я уже в Америке видела такое шоу, где Драк Квин была ведущей, тоже было очень круто. И я такая, так, ну ладно. И, в общем, она нашла Тину, списалась с ней, договорилась. Я такая, всё, я тебе доверяю, делаем, вот сделали шоу, было супер, пришло 250 человек, это самое большое количество за разовое шоу, которое было на бурлеске, это было феноменально круто. И вот, да. Было как рок-концерт, я тоже там был, там такая публика была, все орали, танцевали. Все орали, причём, когда орали, то, что 250 человек, там два этажа, и когда начинают орать, у тебя ощущение, что, знаете, такая волна, типа ора, такая, оооо, и тебя к стенке относит от этого. Монеточка стала ходить на все. Монеточка просто фанатка House of Tina, и вот она стала ходить. И вашего тоже. теперь просто на каждое шоу большое. И вот, да, вот, типа бой леска, это только мальчики, там, драг леска, это, ну, драг леска, это что-то соединение, да, вот двух культур вот этих, некоторые драг артисты делают, теперь раздеваются, это тоже можем назвать, как драг леска. И что там еще третье? Квир леска. А, квир леска. Ну, квир это то, что сейчас очень модно, да, не бинарные персоны, не позиционировать себя как какой-то полный. Ни мужчина, ни женщина, типа. Ни мужчина, ни женщина, да. Я первый раз, это так смешно, как я узнала, что такое квир. Это просто, я обожаю это. Мы поехали в Париж с Дашей Тарасовой, с Авророй, там, еще с нашей подругой Надей. Мы поехали с Соней Бакаловой, короче, поехали в Париж, чтобы, мы просто обожаем Париж, ездить туда просто а-ля раз в год, раз в два, полтора года и делать там тупо фотосессии, гулять, вдохновляться, потому что Париж, он, он странный город, конечно, опасный, но бесконечно вдохновляющее искусство, оно там повсюду, оно тебя просто, ты впитываешь его в себя. И фотосессии там классные получаются. И вот мы приезжаем и знакомимся там с парнем-фотографом, которым я хотел пофоткать, его Томас зовут, он вообще грек, но живет уже там в каком-то поколении в Париже. И он, как-то мы встретились ради фотосессии и в итоге на четыре дня с ним затусили. Просто там каждый день гуляли, он нам показывал какие-то места, мы пошли на выставку Диор, мы туда пошли сюда, пошли поесть вместе, он супер милый парень. Потом я его тоже пофоткала, и он такой, он нам всю дорогу, типа, я квир. А это было, это было года лет пять или шесть назад. Когда еще никто вообще не слышал. В России вообще ничего никто не знал. То есть, лет шесть назад. И мы такие, что, какой квир, что? И мы между собой с девчонками, он гей или что с ним? Типа, ему нравится женщина. А мы пытаемся его уже спросить, а что такое квир? Он нам, ну, я себя не позиционирую, там, та-та-та. И мы такие, что? Что? Что здесь происходит? Мы так орали от этого, мы каждый день там, как школьницы на лавке, такие, боже, а он точно нормальный вообще? Короче, мы как дуры полные себя вели. Вы ему сказали, я надеюсь, да перебесишься и, типа, нормальным мужиком стать. Мы, короче, вообще не понимали, о чем парень нам все эти дни говорит. Мы просто какие-то идиотки себя вели. Он такой, я вот хочу фотосессию в платье, там с помадой. Мы такие, что? Типа, да он точно гей. Да нет, ему вроде нравятся девчонки. Мы, короче, гадали просто там уже на кофейной гуще. То есть мы не поняли вообще. А он, типа, как бы, супер мужественный, красавчик парень, все. Короче, мы так и не поняли, что такой квир тогда. Но узнали слово. Ну, узнали слово. И что-то, что-то типа вот это вот. И потом, когда начали два года назад, да, наверное, появилось-то понятие в России, и все что-то начали про квир, и я такая, а я-то уже знаю, что такое квир. Ну, то есть мы как-то уже там начали понимать. И вот когда я в Америке выступала с Бурлеском, тоже не раз это было. И на тот момент, когда я выступала, я не понимала, что к чему. Типа, что происходит-то? Почему всё так странно? Почему я нормально выступила там? А что за номера дальше? Я что-то не поняла вообще. А потом я сопоставила, я общалась там много с людьми, там просто все квир в Америке, типа каждый второй в Бурлеск тусовке. И я такая, а-а-а, так вот оно что. То есть я считаю, что в России, скорее всего, через там пару, может, там три года, пять лет, тоже появится этот квир-леск из тех людей, которые сейчас там только зарождаются, и тоже будет этот квир. Но это очень своеобразная штука, это тоже имеет место быть. Но в Америке, в Америке ведь там странно выглядит, потому что у них ещё часто денег нет, чтобы красивые костюмы сделать и всё такое. Это там позиционирование такое. В смысле? Ну, это позиционирование изначально квир, это типа не про блёст перья и всё такое, это про твоё внутреннее человеческое я, и ты выходишь, то есть для них они очень, очень, очень имеют большое значение, они же такие, типа, когда ты выходишь и говоришь о себе правду, люди собирают стадионы с этого, то есть для них это, когда ты выходишь и материшься на сцене, когда ты выходишь и говоришь, меня насиловали там всё моё детство, весь зал рвёт, все стоят и аплодируют, ты становишься героем нации, и все прям обожают эту историю. И если ты какой-то там не такой, не как все, там, секс-миншинство, квир, не знаю, сделал себе операцию, это вызывает огромную восторгу людей, интерес, и любой, абсолютно, американец своим долгом считает такое поддержать. Ничего в этом такого плохого не вижу, не буду, это не значит, что вот это как гей-ропа и пиндосия, да, нет, совершенно не так, просто у них, они любят культ возводить и любят как бы поп-культуру, так сказать, поэтому у них это немножечко так, типа, давайте любить рок-музыку, е-е-е, давайте любить там, квир, там, е-е, ну, то есть, они вот ко всему так, с фанатизмом, с фанатизмом, да, то есть, это, оно потом проходит и остаются те, кто действительно там этим интересовался, но, вот они, да, любят такое прям вот. Ну, когда, короче, это на хайпе, такое, вот, волнами какими-то, но не считаю, что это плохо, это просто Америка, это чистая вода и фишка. Я первый раз заметил, ну, не заметил, я увидел такое что-то похожее на шоу Диты, когда я был первый раз, там ведущий Мюрэй Хилл, которая женщина, которая была, ой, то есть, которая стала мужчиной. Да, она самый знаменитый, и я такой, самый дорогой конференсье в Бурлеске, который выглядит, как усатый, полный мужичок, такой, типа, с сорока лет, то он как-то сальный такой, сальный такой, сальный причесочкой, с усишками, такой, ха-ха-ха, там шуточки подшучивают, и ты всю дорогу думаешь, что это мужик. Да, я всю дорогу, всю дорогу ты думаешь, это мужик или нет, мужик или нет, что с ним не так, потому что голос у него всё равно довольно тонкий такой. Ну, не тонкий, но в смысле, ну, короче, подозрение за каратом, мужичок такой вот, мерзковатый, и поведение такое, типа, мерзковатого мужичка, хабальные шуточки, подкаты к девчонкам, кого-нибудь за жопу схватить, ну, такой, типа, мужичок, но это оказывается супер, талантливая женщина. Она трансгендер? Слушай, или это сценический образ? И возможно, или она драк кинг? Я не знаю, честно. Мне кажется, трансгендер, если честно. Я тоже так думаю, там такого тоже много. Да. Ну, ладно, хорошо. Ну, в общем, надо, наверное, заканчивать, мы уж полтора часа сидим. люди не будут смотреться в бред. Короче, хорошо поговорили, в общем, мне кажется, и... Надо еще выпить сейчас, как бы. Ну, как бы, да. В общем, спасибо тебе, что пришла. Мне кажется, мы клево все разъяснили, пояснили за бурлеск из-за пинап. То, как это Хонтед Кэтхаус образовался, и чем вообще я занимаюсь, то многие люди уже не помнят, что был пинап проект, многие такие, ну, позиционируют меня, как только бурлеск-артистку, а я того, что могу еще вас всех научить. У меня, знаете, сколько поколений выросло? А у тебя школа есть сейчас? школа и уроки, и занятия по позированию, да, по модельному, по всему. Или она как курсами, типа, набираешь? Ну, они больше о бурлеске, я и на это акцент делаю. Ну, короче, вот, так что, да, спасибо, что послушали. Надеюсь, понравилось. Ты поделишься с тобой, вообще интервью почти нет, мне кажется. Есть. Есть? Ты просто не смотрел. Нет, я смотрел. А у вас же YouTube-канал был свой. Есть до сих пор. Есть интервью, и у меня в ВКонтакте есть в группе, там всякие со мной интервью и статьи. Ага. Так что. Ну, ладно. Ну, хорошо. Ну, все, тогда спасибо всем. что смотрели. Всем пока. Пока.